МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижи Курбановой. Коротко о главных событиях этого выпуска. Землетрясение, унесшее жизни 220 человек. Крайний уровень опасности объявлен сейсмологами в Мексике. В республике разгар сбора винограда. О том, как выращивал солнечную ягоду, один из передовых агрономов села Зубутни Мятли, узнаем сегодня в выпуске. И в начале выпуска о событиях в мире. Мощное землетрясение произошло в Мексике. Число погибших возросло до 220 человек. За считанные секунды высотные здания сравнялись с землей. В сети появились фото и видео разрушенных в городе инфраструктурных объектов. Два мощных толчка эпицентра в провинциях Пуэбло и Моралес неподалеку от мексиканской столицы Мехико. Магнитуда 7,1 балл. Этого хватило, чтобы в нескольких городах начался настоящий апокалипсис. Представители властей сообщают, что в столице разрушены десятки домов. Более 20 детей погибли и еще 30 пропали без вести при обрушении школы. В данный момент там ведутся спасательные работы. Мексика – это горячая точка на карте сейсмической активности. С 2000 года в стране было 10 крупных землетрясений. К сожалению, пока нельзя сказать, что самое тяжелое позади. Спустя несколько часов у берегов Мексики начались повторные толчки. Кроме того, землетрясение разбудило вулкан всего в 60 километрах от Мехико. Извержение уже началось. Сейсмологи объявили крайний уровень опасности. Ну а теперь к новостям республики. Эксмэр Махачкалы Саиду Амирову отказана в помиловании. С июля по сентябрь получено от разных лиц и структур более 150 обращений с просьбой поддержать прошение о помиловании. Бывший глава столицы Дагестана отбывает пожизненный срок в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области. Формальный срок условно-досрочного освобождения у него подойдет к 2038 году. Члены комиссии единогласно отказали в помиловании эксмэру Махачкалы. Напомним, Саиду Амирову было предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это участие в незаконном вооруженном формировании, бандитизм, террористический акт и незаконный оборот оружия. Эксмэр в ходе суда не признал свою вину. Он настаивал на том, что дело против него сфабриковано и имеет политические мотивы. А показания следителя были получены под пытками. В Дагестане сезон сбора винограда. На плантациях многих районов республики проходит активная уборка урожая. Зубутли Мятли – одно из передовых сел по продаже солнечной ягоды разных сортов. Узнать, как местность сохраняет. Уже не первый год звание виноградного села отправилась Ума Ибрагимова. Вам, гостям, разрешили купить здесь вот такой маленький, скромный подарок. Такими словами и вкусными подарками Магомед Халилов провожает всех своих близких и гостей. Между разговорами раскрывает и секреты полного созревания винограда. Частично солнышный свет отражается от почвы, дает ему насыщенную окраску и вкусовые качества. Занимается выращиванием винограда Магомед уже 25 лет. Вернулся из армии и сразу же решил, что необходимо открыть свое дело. Начинал с малого, разбил небольшой огород, начал с нескольких сортов. У нас был один пустой запущенный участок, который надо было привести в нормальное состояние. Пришлось кусты сажать по-новому, потому что было очень много старых кустов. Приходилось очень много работать. Неопытность в борьбе с вредителями – основная проблема, с которой сталкивается практически каждый садовод, рассказывает Магомед. Уже долгое время он интересуется всеми науками, которые так или иначе связаны с выращиванием винограда. На месте нам определяют, когда у нас появляются, какие вредители, какие болезни. Определяют сроки обработок. Эти сроки обработок очень часто меняются по годам. Виноград нужно не только правильно вырастить, но и умело собрать. У опытного агронома есть свои хитрости. Виноград, как и другие ягоды, покрывает пруиновый налет. Магомед советует своим работникам при его сборе срывать куст прямо на корню, потому что именно пруиновый налет сохраняет товарный вид винограда. А этот куст к следующему сезону уже придется срубить. Бактериальный рак – такова неизлечимая болезнь ягодного куста. Этот куст подлежит удалению средств на уровне земли. Потом из почвы выходит новый молодой побег, и куст обновляется. Таким образом, жизнь винограда может продолжаться бесконечно, пока вы будете за ним ухаживать. Зараженный куст – при всем этом не такая уж частая проблема в саду Халилова. Местные жители рассказывают о нем, как о самом опытном агрономии села. Ведь он даже открыл в селе магазин со всеми необходимыми лекарствами и средствами для ухода за виноградными кустами. Нам нужен был другой сорт винограда, чтобы его продавать, развивать. Вот основоположником виноградарства, можно сказать, разных сортов в нашем селе – это Магомед Халилов. Продажа винограда – основной источник дохода жителей Зубутли и Мятли. Ведь село уже не первый год славится своими спелыми ягодами. Ума Ибрагимова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Зубутли и Мятли, Кизилюртовский район. На календаре последний день месяца Зульхиджа. Это значит, что наступает 1439 год по исламскому календарю. Первый месяц по хиджрам Мухарам является одним из самых священных месяцев мусульман. Ученые богослову призывают уделять его наступлению особое внимание. Но, как выяснилось, далеко не все мусульмане внимают этому призыву. Новый год в конце сентября. Эти слова могут удивить, если не заглянуть в исламский календарь. Мухарам – первый в списке мусульманских месяцев. Его наступление ознаменовывается началом следующего года по хиджри. В исламе эта дата не отмечается, однако сам месяц Мухарам является одним из самых священных и важных для мусульман. Всевышний Аллах указывает в Коране, говоря о том, что в году есть 12 месяцев, и среди них выделяют, говорит, «Минха арбаатун хурам» – среди них 4 запретных месяца. Это опять-таки перечисляет, зулькаеда, зульхиджа, мухарам – друг за другом следует, и отдельный раджа месяц. Среди этих месяцев относится месяц Мухарам. Он так и само его название тоже указывает на увеличивание этого месяца. Мухарам означает запрещенный. Относительно этого месяца, в Коране Аллах даже говорит, «В эти месяца не притесняйте самих себя». А имеется в виду, совершая что-то греховное в этот месяц, мы себя подвергаем еще большему наказанию. И этот месяц тоже имеет такую особенность, то, что относительно поста в этого месяца пророк сказал, что после месяца Рамазан соблюдение поста является лучшим в месяц Аллаха Мухаррам. Имеется в виду, опять-таки пророк выделил и указал значимость соблюдения поста и, следовательно, других видов Ибадата именно в этот месяц. Этот месяц очень ценный, но много ли сегодня мусульман, которые знают об этом? В преддверии 31 декабря города погружаются во всеохватывающую суету. Все готовятся к празднику заранее, накрывают столы и украшают гирляндами свои дома. Но почему-то к этой дате, имеющей для верующего человека большое значение, относятся не слишком серьезно. Однако некоторые из мусульман, к сожалению, не знают, какого числа наступает Новый год по исламскому летоисчислению. Более того, многие из них даже не знают, как называется этот месяц. Самый первый месяц в исламском календаре знаешь какой? Новый год 1424, но я боюсь ошибиться. А какой месяц бывает? Самый первый месяц по исламскому летоисчислению, знаете? Я знаю, подождите, март. Какого числа наступает Новый год по исламскому календарю? 21-го. Завтра? Мы в этом деле и подкованные люди, так что нам его проще не задавать. Можете сказать? Сегодня или завтра? С сегодняшнего дня, да, 20-го. А какой самый первый месяц по исламскому летоисчислению? Самый первый месяц? Да, как называется он? Нет, точно не рамазан. Я, честно говоря, не знаю. 27 января, да, нет? Я знаю, что сейчас 1438-й, но какой месяц, я плохо знаю. Эта дата связана с одним из главных событий в жизни мусульман, с переселением пророка Мухаммада и его сподвижников из Мекки в Пресветлую Медину. Именно с этого дня началось исламское летоисчисление и ведется лунный календарь мусульман. Сама хиджра по себе, это событие очень большое значение дает исламскому луну. Почему? Пророк, салалу ассалям, ради сохранения религии, ради распространения ислама, он оставил свою родину, переселился. Это что знаменит? Знаменит то, что человек, ради Всевышнего Аллаха, жертвуя своим чем-то ценным, на пути Аллаха для своей религии, для своего сохранения, он отходит от пагубного хорошего. Это имеется в виду, к каждому человеку должна быть такая хиджра. И с каждым годом, наступлением этого года, он должен прокручивать, напоминать эту себе историю. То, что, например, подытоживаю, подходя к концу года, желательно человеку в этот момент собирать семью, людей, близких и делать такой маленький самочет. В этом году, что я сделал плохого, что сделал хорошего, что-то упустил, что-то не сделал, такой хисап сделать маленький. Ученые богословы не призывают праздновать этот день, но требуют учитывать его особенность и отдавать дань уважения. И лучшим его проявлением будет отказ от всего запретного и совершения благих деяний. Абдулла Алифгаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Необычный праздник устроили сегодня ученикам школы имени Юсупова. Детям предоставили возможность услышать рев мотора настоящего гоночного автомобиля «Цитромонстр» и сесть за роль популярного мотоцикла «Харли Дэвидсон». Мероприятие приурочено к наступлению Нового года по мусульманскому календарю. Это так клево, я тоже хочу стать гонщиком. Красота автомобилей, скорость мотоциклов, чувство свободы и соперничества. Многие мальчики и девочки, как оказалось, мечтают стать гонщиками. Детская площадка ровно на час превратилась в автотрассу. Необычный урок ознакомления с авто- и мотоспортом прошел сегодня в Махачкалинской школе имени Юсупова. Мы стараемся дать нашим деткам самую разнообразную информацию об окружающем мире и стараемся также не только учебу их загружать, но и периодически устраивать для них веселые праздники, чтобы они могли развлечься, отдохнуть, выплеснуть свою энергию. Появление профессионального автомобиля для кольцевых гонок «Тайм-Атак» привело в восторг мальчиков и девочек. Однако, прежде чем прокатиться на машине, напоминающей автокары «Формулы-1», команда «Энерголюкс Рейсинг» дала ребятам несколько советов. Что хотел бы пожелать детям – это быть внимательнее, когда они переходят дорогу, потому что это очень важно. И водители хотели бы попросить, чтобы они соблюдали правила дорожного движения и скоростной режим. Для гонок есть специальные места – это автодромы. Так что реализуйте свои желания, свою страсть на автодромах. По словам водителя мотоцикла «Харли Дэвидсон Найт Роуд», стать байкером непросто. Это необходимо вести здоровый образ жизни, чтобы чувствовать себя уверенно за рулем довольно увесистого вида транспорта. Я бы им сказал, чтобы они подождали как минимум до 35-36 лет, чтобы в них огонь чуть-чуть погас, любовь к адреналину и так далее. Только потом, потому что это не самый безопасный вид транспорта. Мероприятие украсили аниматоры, легендарные герои кинофильма «Трансформер Дамблби» и мультфильма «Тачки Молния МакКуинн» пели и танцевали с учениками под современные треки. Лориана Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 58 рублей 12 копеек, евро 69 рублей 76 копеек. А это были все новости к этому часу. С вами была Хадежа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова